Рубрика Жарим Роу Рубрика Жарим Роу Рубрика Жарим Роу Рубрика Жарим Роу 61 и контраст минус 57. Почему такие цифры просто так? Первые попавшиеся. Если больше размывать, мне кажется, будет уже совсем мыло, а так все будет круто. Мы наложим сверху еще текстуры, поэтому не переживайте, если вам кажется картинка нерезкой там или что-то еще не нравится. Это просто мой взгляд на данную фотографию. В описании видео есть альбом ВКонтакте, куда можно будет выложить ваше видение данного снимка, поэтому не стесняйтесь, обрабатывайте, выкладывайте, послушайте комментарии, публики. Как-никак, это же просто эксперименты. Так, все. В принципе, обработали, это все стало очень мягким, и стоит сделать еще кое-что. Берем эту же кисть и давайте просто фотографию немножечко посильнее окрасим. Затонируем фон в какой-нибудь голубоватый оттенок. Просто берем Color, классная функция, давно я не пользовался, и просто тонируем в какой-нибудь такой вот легкий голубой цвет. Теперь цвет стал гораздо интереснее, на мой взгляд. Нажимаем Done, они стали такие вот интересные. Это вариант Димы, это почему-то до-после. Пользуем так Reset. И Ctrl-Z. Не знаю, фотография стала мягче. Теперь можно с ней дальше работать в фотошопе. Нажимаем Edit in Adobe Photoshop C6. Итак, мы открыли снимок в Adobe Photoshop, теперь просто удаляем все лишние блики. Кто-то скажет, что это мелочь, на самом деле это не мелочь. Я использую планшет, потому что так работать гораздо быстрее, и блики не нужны. Ну, они может быть нужны, если они творческие. Если это просто грязь в кадре, то их я рекомендую удалить. Можно делать, в принципе, на новом слое, это безопаснее. Потому что если накосячите, то ничего страшного, можно будет удалить. Можно, в принципе, не особо аккуратно делать, конечно, но лучше поаккуратнее. Все-таки, когда кадр сделан будет чисто, он будет смотреться гораздо более выигрышно. Итак, удаляем какой-то зеленый фонарь. Вообще, зеленый цвет здесь совершенно не в тему, он не нужен просто. Даже такое маленькое пятно, оно лишнее, на мой взгляд. Итак, посмотрели здесь. Вроде бы часть бликов убрана, здесь еще вот снизу есть немножко бликов. Потом посмотрим там на полу какие-то, у нас, по-моему, были коцкие. Их тоже лучше убрать. Вообще, в идеале, можно поработать с перилами, тоже это все лишнее. Это атмосфера кадра, которая в конце даст большой плюс. Это буквально как в Dodge & Burn мы делаем маленькие-маленькие движения, но в конце они дают очень хороший результат. Это правда важно, такое правило, что ли, не писанное. Но рекомендую работать именно так, если вы не торопитесь. Мне кажется, даже если вы посидите с этой фотографией часа два, в итоге она произведет на клиента большее впечатление, чем, допустим, там, не знаю, 50 таких же фотографий здесь без особой обработки. Удаляем эти пожарные краны, просто удаляем их, и все, они не нужны там совершенно здесь. Это все лишнее. Эта линия тоже, она не нужна, она лишняя совершенно. Просто уберем, удаляем. Так, удаляем второй экран, то есть он тоже лишний, с линией были проблемы, но с горем пополам как-то мне удалось ее прибрать. Эти все маленькие нестыковки, это, в принципе, ничего страшного. Это зум, я не знаю, в каком размере, там, зум поляля 300%. Просто вот это все нужно прибрать. Эти красные тоже вкрапления, сверху, мне кажется, совершенно ни к чему. Просто прибираем красные, у нас цвет будет внизу на людях. А здесь пусть все будет синее. Так, ну более-менее прибрали. Так, вот это сверху тоже мне не нравится штука. Желательно бы, чтобы она тоже убралась. Штампом, штампом. Так, ну, плохо убралась, ну ладно. Так тоже пойдет, вроде не видно. Ну посмотрим, потом затонируем чуть-чуть, и может быть прокатит. Если не прокатит, то потом переделаем. Так, окей, на полу посмотрим, что на полу. На полу у нас какая-то штучка упала, какая-то веревочка, ниточка, не знаю, что это такое. Тоже мы ее убираем. Это все лишние, лишние, лишние детали. Так, на невеста вроде все красавица. Здесь особо никакой ретуши не нужно. Такой глобальный, ну или блокальный, думаю. Так все сойдет в порядке. Ничего изменить ее размер. Здесь можно что сделать? Вот видите, здесь тоже какая-то у нас лестница торчит или что-то еще. Тоже объединяем слои. Поберем просто... Берем инструмент Content-Aware-Fill, Fill, Content-Aware-Fill и нажимаем ОК. Должно удалиться. Да, все сработало. Клево. Вот эти черные линии внизу на плитке, они мне тоже не очень нравятся, но так уж и быть, я их оставлю. Ничего страшного, пусть побудут, проживут. Теперь нажимаем Ctrl-T инструмента, вот тут и немножечко просто сделаем эти линии более выгнутыми. Главное, чтобы здесь невеста только не пошла куда-то там влево своей головой, чтобы она оставалась нормальной, в форме человеческой. Так, немножко переводим сюда. Смотрим. Сейчас проверю до-после, чтобы все-таки лица людей были в порядке. С первого раза может не получиться. Так, смотрим. До-после. Ну вроде бы ничего страшного, с парой не стало, а немножко отклонились в правую сторону. Просто мне так вот больше нравятся эти длинные линии. Опять же, это мой личный вкус. Окей. Что мы будем делать дальше? Дальше мы наложим какую-нибудь интересную текстуру. И может быть, все-таки стоит... Давайте потратим немножко времени и размоем еще те элементы. Они лишние, они прям отвлекают. Уделки как блюр, гаусто-блюр. И, допустим, пикселей. Ну, может быть, 15, 14, 13. Ну, вот 14, наверное, стоит сделать. 14 пикселей, маска, инвертируем маску. И просто по маске немножечко вот это все закрасим. Пусть там будет туман. То есть пусть это будет лучше туман, чем это будут какие-то вот окна. Ну, это просто такая ерунда. Попалась в фон. Так, берем белый цвет, маски, кисти и просто удаляем эту ерунду. Сделать дома поаккуратнее, я вас очень прошу. Я стараюсь максимально не затягивать урок и делать немножечко побыстрее, чтобы особо не было скучно. Такое кажется скучным, но на самом деле это не скучно, если ты получаешь удовольствие. Я, честно говоря, не очень люблю свадебный жанр, поэтому особого удовольствия не получаю, но все равно надо сделать для вас. Для вас не жалко. Окей, так, делаем здесь. Здесь прикольное отражение их лиц, но это не то, чтобы нам нужно было сделать. Так, окей, здесь немножечко. Здесь вот тоже немножко легко. Прошлись немножко блюром, так. Конечно, очень криво прошлись, честно говоря. Ну ладно. То есть так вот. Можно... Нет, это мы сделаем назад. Быстрый. Шаг назад. Все. Немножко, опять же, этот слой сделаем менее прозрачным, то есть, не знаю, процент, наверное, может быть на 69. И маску самую тоже разблюрим. Фильтр, блюр, гауссин, блюр. Чтобы края перехода не были такими неестественными. Что я коряво рисую. Это факт. Ладно, окей, все круто. Пара стала вроде нормальной более-менее. Теперь нужно расставить акценты светом, цветом и прочими штуками. Давайте начнем с того, что добавим текстуру. У меня есть парочка текстур из фотостолков. Текстуры старые. По-моему, еще даже в рубрике «Свет наша все 9» я показывал текстуры. Просто добавим дыма такого-нибудь такого, знаете. Это будет свет. Так, смотрите, у нас есть туннель. Мы сейчас сделаем здесь с правой стороны теплый цвет, с левой стороны будет холодный цвет. Такой небольшой переход. И саму фотографию под раскрасим под розовый. Ну, в общем, не переживайте. Я сейчас все покажу. Это пульта план в моей голове. Вот так вот мы немножко подраскрасили. Убираем немножко прозрачность, да. Делаем «Rasterize Layer». И можно тоже добавить маску. И кистью процентов может быть 10. Чуть-чуть просто здесь вернуть детали на нашего жениха и невесту. Черной кистью лучше даже 10%, не 20. 10% просто возвращаем чуть-чуть сюда детали. Это маленький шаг, но он важный. То есть я не хочу, чтобы они выбивались из общего потока текстуры, именно в плане цвета. Но также я не хочу, чтобы они были полностью замыленными. Потому что текстура в режиме вложения «Screen» она такая довольно, скажем так, проблематичная. Все хорошо. Этот маску мы тоже разблюрим. Потому что опять как коряво нарисовал 100%. Это не так сильно, 4 пикселя. И прозрачность этого слоя мы все равно немножко понизим еще ниже, до, 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 до 40. Сделаем еще одну текстуру. У меня с идеей добавить какой-нибудь боке. То есть очень любят наши люди боке. Backgrounds, Blue, по-моему, это очень старая коллекция тоже каких-то там бакешек. Возьмем такой, допустим, вариант. Тоже в режиме «Screen» на очень-очень маленькой прозрачности. То есть примерно так. Конечно, нужно было бы взять более именно по размеру, чтобы там чаще повторялись эти кубички. У меня довольно такой размер непонятный. Очень большой. Очень большие круги. Но ничего страшного. Это просто люди. Так вот, немножко, просто в процентах, я не знаю, буквально 16. Это все дает воздух. То есть, видите, до, после, до, после. В кадре появился воздух дыхания. И все элементы маленькие, то, что мы убирали, это тоже все важно. Окей. Растораясь лейер и еще меньше прозрачность. В принципе, можно пойти Image Adjustments, Hue Saturation. И, допустим, это боке подраскрасить в нужный нам цвет. Допустим, такой розоватый. Либо голубоватый. Здесь дело вашего личного творческого вкуса и подхода. Окей. И опять же, берем прозрачность. Пусть их еще будет меньше. Слишком много. В целом, все хорошо получается. Далее, идем в Ник Software. Фильтр Ник Software Color of X Pro 4. И здесь добавим немножко тональный контраст на невесту. Я извиняюсь, что немножко мелким размером смотрю на фотографию. Просто это проще лично мне. Так, Total Contrast. То есть, платье невеста стало более детализированным. Так, Saturation мы с него убираем на 0. Shadows добавим немножко. Где-нибудь на 25. Так, смотрим. До, после, до, после. Нажимаем ОК. Нам нужен только платье. Просто платье невеста жениха. На них поднимем резкость, поднимем на них контраст. Так, сейчас посмотрим, что получится. Дальше хочу применить фильтр Oil Paint. И немножко поиграться с тонировкой. И сначала затронировать, потом применить Oil Paint. Как не знаю, последовательность в действии это уже просто творческий взгляд автора. Применился фильтр Total Contrast. Мы маску, инвертируем маску и добавляем просто резкость у наших ребят. Здесь нам волосы, белые кисти. Не, белые. Давайте белые. Пока сделаем на 100%, потом я беру прозрачный слой вниз. То есть, меня интересует чуть-чуть себе платье, чтобы оно было, возможно, более контрастным. И сам жених с невестой, чтобы они были, возможно, более контрастными. В принципе, на них тональный контраст смотрится допустимо. Поэтому я даже не буду давать прозрачность. Потому что в нормальном хране значения мышкой сложно будет работать, планшет проще позволяет. Необычно. Так, все, здесь мы сделали они классные, красивые. Все замечательно. Так, окей. Теперь давайте сделаем фильтр Oil Paint. Так, сейчас они у нас выделены. Сделаем фильтр. Нет, нет, не Oil Paint. Сначала затонируем. Давайте сначала затонируем. Solid Color. Solid Color. В режиме наложения Multiply. Мы выберем какой-нибудь такой вот розоватый оттенок. Это не Soft Light, а есть Multiply. Multiply. То есть у нас получается вот такая тонировочка. Так, и пошла. Цвет может быть стоит даже чуть-чуть поменять. Сделать его еще более каким-то шоколадным. Окей, круто все. Точка белого, конечно, упала. Прозрачность понижаем чуть-чуть. Идем в Contrast. Добавляем Contrast сразу привык. Так, так. О, все хорошо. Все прямо засияло, зацветилось. Объединяем слои. Так, сейчас еще будем смягчать. Идем в фильтр Oil Paint. Применяем фильтр Oil Paint. Настройки выбирайте сами, слои, сколько вам нужно. Я просто хочу общую картинку немножко смягчить. И дальше мы посмотрим еще в ColorFox Pro 4, что можно будет сделать с фотографией. Мы применили фильтр Oil Paint. Фотография стала такой, более какой-то картинной, что ли. То есть она приобрела некоторые оттенки рисунка. Слишком даже много. Поэтому убираем прозрачность конкретно. Процентов 50. И здесь даже по маске можно еще вернуть наших молодых. Что-нибудь, что-то я конкретно переборщил. Черная маска. Просто вернем детали на лицо, ребят. Чтобы они были в порядке. Вот так вот. Вернем на лицо, на лицо. И на платье детали немножко вернем. Мне еще не нравится цвет. Сразу хочу его поправить. Просто немножко только берем в правую сторону. Так. Допустим, мы поднимем в тенях красный. Однозначно. Так. Однозначно. Больше такого розоватого оттеночка. Вверх. Здесь столько, сколько. Может быть столько. Можно поднять тенях еще немножко голубой. Здесь уже. Таким голубоватым цветом. Желтоватым. Так. До, после. До, после. Конечно, синий вообще уже ушел. Оргинальный. Но мне нравится то, что пойдет. И теперь можно пойти еще в Color Fit Pro 4. Пливаем Color Fit Pro 4. Идем в Dark and Light in Center. Выбираем точку центра. Это примерно наши молодые. Не примерно, а точно они. Параметр Border, Border, левеносити. Немножко поднимаем. И центр левеносити немножко опускаем. То есть, в целом, все внимание должно попадать именно в наш центр кадра. То есть, на наших ребят, которые стоят в центре. Думаю, стоит все-таки попробовать либо использовать кросс-процессор. Поиграться с цветом. То есть, можно взять вот такой цвет. Либо еще какой-то пресет. Такой голубой мне тоже нравится. Либо вот такой с А4. Тоже хороший мне нравится. В целом, получается очень контрастно. И здесь стоит точку белого немножко опустить. И прозрачность прибрать. Потому что слишком уже получается жестко. Так. До, после. До, после, до, после. До, после. Так. Здесь стоит добавить, думаю, мне кажется, Control Point. И немножко сделать это все поменьше по прозрачности. Так. Единственное процентов, наверное, 50. Чтобы в центре применялось на 100%. А здесь на 50. И может быть вообще на 70. Так. До, после, до, после. Окей. Сейчас посмотрим, что получилось в итоге. Сколько это хорошо или плохо, решать уже вам. Для меня это, по крайней мере, необычно. То есть, я постарался сделать то, что можно сделать с этой фотографией. Можно ее еще дальше разгонять. Сделать. Какие-нибудь еще эффекты приложить. Но, в целом, мне почти что все нравится. Может быть, еще чуть-чуть выделить здесь акцент. Вот такой вот. Сделать здесь поярче чуть-чуть. Вот эту часть. Инвертировать маску. И при помощи обычного градиента, приходящего с черного в белый, просто немножко здесь добавить яркости. Чтобы, наоборот, инвертируем маску. Так вот, здесь добавляем яркости. Еще раз инвертируем маску и добавляем здесь яркости. Мне хочется, чтобы именно эта часть была более резкой и яркой, чем остальные. Потому что здесь находятся наши ребята. А вот эту же часть остальную можно сделать потемнее. То есть, мы тоже ничего не слой. Слой маски накопируем, маску инвертируем и просто делаем здесь чуть-чуть посветлее, наверное. Или потемнее. Если мы делаем потемнее, слишком вылезает геометрия. Здесь уже стоит подумать. Либо сделать какими-то так вот. Немножко точку белого вниз пропустить. Или раскрасить еще в голубой цвет. Поднять вот так вот. Столько всяких вариантов. Я вот даже не знаю. Бесконечное количество. Ты когда думаешь, порой. Просто такой розоватый цвет мне очень нравится. Думаю где-нибудь так. И я не думаю, что что-то еще нужно делать особенное. То есть, смотрим до, после, до, после. Единственное, что правда стоит сделать. Это немножко будет грязновато. Но мне кажется, что стоит сейчас взять на полу и удалить эти полосы белые, черные от кафельной плитки. Это будет долго, это нудно, но это нужно сделать. Фотография будет смотреться гораздо лучше без этих вот элементов, которые совершенно, на мой взгляд, не нужны. И порой кажется, что это полный бред. Но, блин, они реально не так мешают. Просто берем все элементы, все линии. Конечно, лучше бы это было сделать на этапе именно конвертации из... Ну, то есть до oil paint. Ну, что бы сделали после oil paint, то что уж делать. Приходится вот так вот убирать штампом все переходы. И, блин. Так вот, нормально, нормально. Наверное, штампа лучше работает, чем healing brush в этом случае. Хотя, на некоторых стыках лучше healing brush, чем штамп. До, после. То есть, вот эти линии, они пропали. Их нужно еще, конечно, чистить. Думаю, вы дальше справитесь без меня. Просто поймите, что без них смотрится куда проще и круче. Даже, ну, просто сейчас даже сделаем дубликат слой. Идем в фильтр blur. Гауссин blur. Ну, буквально здесь, что-нибудь там, пикселя на три размоем. Ту грязь, которую я наделал. Инвертируем маску и вернем белым цветом немножко сюда пол. Просто вот так вот, чтобы был никаким уже убогим, как я наставил. Так, ну, сто процентов непрозрачность. Я думаю, где-то так. То есть, получается, такой вот, какой-то необычная обработка такая вот получается. В целом, я доволен тем, что получилось. Вы тоже качайте, пробуйте ваш вариант. Вот мой вариант до после. До после. Всего хорошего. Огромное спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok